Друзья, приветствую всех! Сегодня будет видео в необычном формате. Один из постоянных моих подписчиков-зрителей приобрел масло Mobil 1 ESP X3 040. Обзор, кстати, свежего в канистрах я делал. Есть у меня видео про это масло. Я его проверял. Масло оригинальное, 100%. Это параллельный импорт, без систем проверки. Но, тем не менее, масло оригинальное. Значит, масло приобреталось для автомобиля BMW 640 с бензиновым трехлитровым турбодвигателем. Вот. И подразумевалось, что я его должен был проверять. Но, к сожалению, прибор сломался. На сегодняшний момент починить, со слов представительства, его возможно только в Штатах. А из-за санкции сделать это крайне сложно. Вот. В ближайшее время я сделаю видео, в котором расскажу, какие есть варианты, какие я, как бы, прорабатываю варианты. Вот. Возможно, дадите дельный совет, как-то поможете. Значит, ну, сделаю это. Так. А сегодня, значит, что в данном будет, в данной проверке, как мы проверим. Владелец принял решение отправить в лабораторию масло, отработку. Значит, до доливки свежего. Взяли пробу. Отправил в ОРЦ Екатеринбургский. Значит, покажу вам результаты. Также в комментарии, прикрепленном под видео, приложу ссылочку на анализ такого же масла свежего. Оилл Клуб делал его 4 года назад, в марте 2019 года. Вот. Ну и по результатам сравнения сделаю прогноз, прокомментирую, какую ситуацию, почему она произошла. Ну, на мой взгляд. Значит, да, кстати, тема уже есть на Оилл Клубе. Там некоторые обсуждения она вызвала. Вот. Покажу сравнение вязкости. Ну, как уже говорил, что сделаю прогнозик по ресурсу данного масла. Моточасы, как обычные, оксиды азота и вязкость. Так что, погнали! Так, значит, название масла. Основные допуски. Это C3, SN+, описание автомобиля. BMW, как я ранее говорил, 640, в F13 кузове 2011 года, с трехлитровым турбомотором, N55B30, 315 л.с., объем масляной системы 6,5 л.с., общий пробег 153 600 км, пробег на масле 3 200 км, при средней скорости 19,9 км в час, это 168 часов по бортовому компьютеру. И средний расход топлива 15,3 км. Значит, топливо использовалось Газпромовское, сотое и ТБОЛ-98. Так, и вот сам непосредственно результат анализа. На что стоит обратить внимание. Здесь, в принципе, износ в пределах нормы. Ну, небольшой есть, значит, по железу. Скорее всего, это цепь 14 единиц. Ну, я думаю, что к такому пробегу уже натяжители могли чуть ослабнуть и больше в другую цепь. Ну, чуть-чуть по алюминию. Это, вероятнее всего, блок метеолого вкладыша, ну, по единице. Ну, это, в принципе, погрешность. Титан, тоже единица. Ну, я думаю, что это турбокомпрессор, ну, тоже, скорее, к погрешности что-то. Немного кремния, в принципе, вот видно, что воздушные фильтры нормальные, 5 единиц. Гликоля нет, воды нет. Есть топливо 1,44%. Да, ну, понятно, что это зима. Холодные пуски, городская эксплуатация с достаточно такой невысокой средней скоростью, меньше 20 км в час. Вот, и что обращать на себя внимание. Здесь проблема, смотрите, с вязкостью. При 100 градусах для сороковки, внизу вот написано, как раз в пояснении, значит, пределы сороковки должны быть от 12,5 до 16,3. В данном случае образец упал ниже 12, то есть масло превратилось в 30-ку. Один целых и девяносто шесть сотых. Опять же, это эксплуатация, зима, город. Но есть еще один нюанс, о котором сообщил владелец. Перед заливкой Мобила он использовал промывочное масло от Синтека. Оно очень жидкое, там, по-моему, в районе 5 сантистоксов. И велика вероятность, что остатки этого масла тоже повлияли на разжижение. В итоге, вот такой результат. Масло разжижилось. К этому пробегу практически съелся уровень. Ну, поэтому и брали, чтобы до доливки. Вот такая вот история. Так, значит, по моющим, нейтрализующим свойствам анализ свежего я закреплю в комментарии. Ссылку на Оилл Клуб можете посмотреть. Анализ свежего делали ребята с Оилл Клуба в марте 2019-го, 4 года назад. Но вот я по показателям не увидел изменения рецептуры. В общем-то, все в пределах погрешности. Щелочное там было 7,92. Но это С3 масло. Хотя, кстати, велика, ну, что-то превышена чуть-чуть зольность выше допуска. 0,92. А здесь С3 должно быть до 0,8. Так, учитывая разницу в ГОСТах, я посчитал для, значит, свежего 7 единиц. Ну, примерно так 7 было. Значит, стало 3,74. По кислотному было 1,83. Тоже похоже, что из ТР. Видно, что такое чуть повыше. Значит, стало 2,3. Тоже видно, что база ПАО крепкая. Хорошо сопротивляется окислению. То есть, менее полуединицы окислилось за 168 моточасов в таком горящем моторе. Да, в свежем еще есть и молибден, и магний. Видно, что это пакет такой современный. Учитывает всякие специфики. В частности, LSPI, low speed, предзажигание. Ну, короче, можете сами найти предзажигание низкоскоростное. Сейчас я покажу вам, что произошло с вязкостью на линейке. В общем-то, здесь по расчетам вязкость упала критически. И да, во-первых, она в тридцатку попала при 40 градусах. Я посчитал на 19% просела. Но, честно говоря, линейка немножко другие результаты показала. Сейчас я вам продемонстрирую. Так, две баночки. Отработка и свежая. Отработка – это тот же слив, который был отправлен в лабораторию. Видите, горячим владелец брал. Даже баночка деформировалась. Подписано масло, автомобиль. Все те же условия, которые вы только что видели на экране. И свежая – это из той же канистры, которая заливалась в мотор. При обзоре, я в начале этого видео показывал вам обложку. При обзоре я отлил себе немножко для проверки, для эталона и для такого сравнения. Сейчас, поэтому заполню линейку и посмотрим, что покажет. По лаборатории разжижение сильное. Кстати, тут то же самое. Сильное разжижение. Разжижено примерно на 66-65-66%. Видите, в других тестах этот автомобиль меньше разжижал масло. Здесь, скорее всего, промывочная от Синтека сыграла тоже свою роль. Плюс эксплуатация зимняя и городская. Результат такой. Все данные готовы. Можно делать прогноз. Смотрите, какие цифры получились. Моющие нейтрализующие свойства данного масла закончились бы на 4400 километров. 233 моточаса по нитрованию оксида азота 9740 километров, 511 моточасов. И по вязкости 4850 километров, 255 моточасов. Не знаю, пишите. Все-таки это современное масло с эльсаками, со всякими. С3-е, подрезанной экологией. И вот, в общем-то, результаты такие. Хотя, надо признать, что большую лепту здесь внес мотор. Мотор очень жестко относится к маслу данный. Видимо, очень горячий. И даже, несмотря на и на Пауэлл, на все прочие плюшки. Видите, какой результат показал. Да, я сравнил. До этого в данном моторе был Новус Skyline полнозольник 540. В среднем, в среднем, плюс-минус, отработали одинаково. Что топовый Мобилл, что Новус. На 10% Новус на единицу кислотно-щелочного вот этого Дельты отработал похуже. То есть, все-таки, Мобилл потоповый. Но, тем не менее, на мой взгляд, Новус, как замена, отличные результаты тоже показал. Ну, возможно, здесь еще сыграло роль, что больше топлива. И вот этот Синтек так негативно. Но, тем не менее, честно говоря, от этого масла, оно так облизано и вылизано. На всем известном ресурсе ожидания были больше. Пишите, что думаете по данному тесту. Да, кому интересно, можете зайти. Могу также в комментарии прикрепить ссылку на обсуждение на Оилл-клубе этого анализа. Правда, там немного нафлудили. Но, тем не менее, заходите, посмотрите, кому интересно. Ну, вот такие результаты. Я думаю, что будет интересно сейчас залить в этот же автомобиль другое масло. И уже очным сравнением посмотреть, как сравнение с топовым Мобиллом. Как другие образцы. Вот как по аналогии с Новусом. Я думаю, что очень интересно и показательно. Благодарю всех за просмотр. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.